К сожалению, в наше время у Вентили никак не получается воссоздать качественный ивент. Учитывая негативные отзывы от комьюнити и разъярённые письма фанатов, Гейб и его соратники по сей день не могут собрать добросовестную команду под летнее событие в боевом пропуске. Но ведь не всегда было так плохо. Наверняка многие из нас ещё помнят те прекрасные времена, когда можно было наслаждаться новыми ивентами, и уровни батл пасса вовсе не являлись панацеей. Спустя несколько лет идея ивентов и качество их исполнений были утеряны. Честно признаемся, что ярость Маракая была ужасным. По своей уникальности он мог разве что посоревноваться с музыкальными стульями в нововведённых игровых паузах. Такой релиз определённо сказался на настроении игроков по отношению к летним событиям. И прямо скажем, дота-сообщество разделилось на два лагеря. Одна часть больше не желает слышать о подобных релизах. Всё, что начинается на слово ивент, их больше не интересует. Другая часть всё ещё готова выдать кредит доверия компании. В конце концов, когда-то же должно получиться. И вот что я вам скажу, друзья. В этот раз шансы на появление качественного ивента крайне высоки. Давайте разбираться со свежей информацией по порядку. Для начала, абсолютно каждый игрок сможет попробовать свои силы в новом испытании. Проще сказать, при входе у вас не спрашивать наличие батл пасса. Однако компания должна как-то поощрить обладателей. Посему Valve объявили, что любимцы будут получать помимо стандартных наград и некие особые ачивки, которые в полной мере покроют удовлетворённость игроков. Подозреваю, что это тонкий намёк на Бэйби Рошана. За последние несколько лет он ещё ни разу не пропускал подобные праздники. В любом случае, надеемся, что это не единственная особая награда, которую можно будет вытащить из особого летнего события. Далее. Уже сейчас известно, что Valve сделала определённые выводы и вернулась к традиционному режиму. Мы возвращаемся в бородатые времена, когда команда состояла из четырёх игроков, а-ля Лихой Омут со своими потайными комнатами и развилками. Основная претензия к сомнительному маракаю состояла в том, что режим даже своей обёрткой не походил на обособленный ивент, и в основе своей воссоздавал улучшенную или ухудшенную модификацию обычной игры. Предполагается, что в Лабиринт Безумия и Хаоса вы направитесь со своими друзьями. Если вы сольный игрок, или вам не хватает людей для стака, то в таком случае предусмотрен поиск случайных союзников, дабы собрать полноценную группу для прохождения. Дата сия события намечена на середину июля. Battle Level Bundle сильно скорректировал даты, и текущий призовой фонд серьёзно оторвался от своего предшественника. Как я и говорил в прошлом видео, американская корпорация незачем суетиться. Их может подтолкнуть только благодарность комьюнити за активную покупку скидочного набора. И при таких оптимистичных раскладах, первый день, на который нужно уповать – сегодня. Четверг, пятница – приоритетные даты для релиза, и нас должны чем-то порадовать. Это нужно для того, чтобы поддерживать баланс времени в игровом клиенте, и дабы мы не рассеивали своё внимание на другие проекты. Если они посчитают 9-10 июля неуместным, то выход непременно отодвинут на одну неделю вперёд. И в самом лучшем случае, кампания делается личностью или арканой. При таких раскладах, особое летнее событие стоит ожидать 16-17 июля, ну например, одновременно со вторым Иммортал Сундуком. Однако эти планы намереваются сокрушить дота-сообщество. Игроки уже начали бунтовать, и у них есть приведливый аргумент – особое летнее событие никогда не было привязано к фонду Инта, и никаким образом на него не влияет. Смещенные даты выхода – это личный каприз разрабов на доработку или же улучшение ивента. И только этот довод позволит вести летнее событие плюс-минус привычные даты. Исходя из этой логики, в самые ближайшие дни особое летнее событие обязано посетить игровой клиент. А теперь к самому главному. Почему действительно велики шансы увидеть добросовестный ивент? Ответом, конечно, будет история и прописанный сюжет. С самого появления Баттл Пасса нам прямо на это намекнули, например, с помощью катакомб, где произошло разделение между лесом Селемина и колодцем душ. По сути, у компании было три варианта развития событий. Первый – это полноценное вторжение демонов на земную поверхность. Сюжетные строки находятся снаружи, и осталось только реализовать. Второй вариант – это противостояние между серебристым лесом и демонической тюрьмой, где верные жрецы-богини сражались бы с подземными созданиями. И, наконец, третий, самый правдоподобный вариант – это полноценное внедрение узкого лабиринта в сюжет общей крови вселенной. Давайте наглядно доказывать, почему именно последний путь был избран. Ключевые слова в описании особого летнего события – лабиринт ждёт. Думаю, объяснение не требуется. Вторая колонка называется «Между жизнью и смертью» – символическое описание, которое полностью олицетворяет деятельность этого места. Узкий лабиринт – это кошмарное место, в котором блуждают души умерших, но именно там они получают шанс вернуться к жизни. По воле случая, некоторым героям Битвы Древних это удавалось. Манки Кинг вырвал страницу со своим именем из Книги Мёртвых, что позволило Сунукуну избежать участи остальных. Акс утверждает, что дважды сбегал из лабиринта, но в сказки Красного Оглоде никто не верит. Хоть и большинство наших любимых героев пребывают в состоянии мрачности и пафоса, они поистине боятся оказаться в этом месте, вечно блуждая среди других, менее удачливых призраков. Рейзер и Висыш пользуются своим статусом. Зачастую можно услышать подобные реплики в их сторону. Далее, узкий лабиринт это центральная точка между смертным и загробным миром. Не сильно удивляйтесь, если целью особого летнего события станет выбраться из этой локации. Нам прямо говорят, что за каждой открытой дверью нас ждет новый сюрприз, и скучать по пути к выходу точно не придется. Само описание к летнему событию предупреждает. Никто не сможет избежать свирепой хватки лабиринта. Даже боги и демоны не вправе уклониться от судьбы, которая уготовлена обитателем в узком лабиринте. Хотя бог войны и первый сын небес Марс так не считает. Учитывая свою натуру и характер, он пренебрежительно относится к этому переходному месту. И по этой самой причине его запихнули на постер, где он спешит с остальными участниками выбраться из клятого лабиринта. Далее. Нам уже до этого пытались намекнуть на события в комиксе на воспеченной Акаши. Суккуб готовился к представлению в узком лабиринте. Но посчитала, что ее дела куда важнее, чем уготовленное шоу в подземном мире. Королева отправилась на встречу с Ванессой и Нокхам. А тем временем подготовка к празднику продолжалась без ее участия. Надеемся, что особое летнее событие расскажет предысторию всего происходящего в небольшом комиксе. Либо произведение раскроет интересные детали и ответит на незамысловатые вопросы. Например, как герои Доты в принципе оказались в этой локации и какую цель каждый из них преследует. Опираясь на опыт прошлых ивентов, подчеркиваю хороших ивентов, пул героев всегда был ограничен и нам действительно понадобится ответ, почему именно эти персонажи стали участниками летнего события. Катакомбы не всегда помогают в этом аспекте. В прошлый раз они никак не сочетались с Ярость Муракай, а только подчеркнули заданную тематику джунглей у так называемого ивента. В этот раз ситуация куда лучше. Нам представили лес Селемины, который находится прямо над тюрьмой Колодец Душ. И наверняка компания захочет связать эти знаковые места в одной центральной точке, в узком лабиринте. Может мы и вовсе удостоимся чести лицезреть Богиню Луны в игровом клиенте? Официальный портрет Селемины мы с вами разбирали множество раз, так что останавливаться на этом месте не будем. Однако назревает другой вопрос. Если у Серебристого Леса есть главный персонаж в виде божества, и она пойдёт в авангард со своими послушниками, то кто займёт такой же статус у Колодца Душ? Гадать можно сколько угодно, но если и появится подобный персонаж, то данную модельку можно смело переносить и записывать как нового героя Доты 2. Пишите ваше предположение, кто может им стать, но учитывайте, что ТБ всё ещё находится в статусе героя, посему не сможет занять эту позицию. Далее, судя по комментариям, вас сильно заинтересовали эти штуковины в трейлере Королевы Боли, и давайте их обсудим. Учитывая скудное отношение компании к синематикам, художники вряд ли бы стали запариваться на единоразовую акцию. Тем более, учитывая тот факт, что в самом тизере использовалась игровая модель Акаши, а не нарисованная мультипликация героя. Исходя из этого, мы смело предполагаем, что и фонд подземного царства также был интерпретирован в игровой клиент Доты, и в самый нужный час корпорация Valve воспользуется созданным творением, чтобы поместить туда игроков. Хочу напомнить, что по своей сути, подземный мир имеет несколько слоёв. По крайней мере, подземное царство разделено на ту же бездну, или же семь кругов ада. Узкий лабиринт может располагаться этажом выше, и эти штуковины всего лишь являются внешней частью грядущего ивента. Несомненно, игроков будут заманивать дополнительными баллами в боевом пропуске, но это ни в коем случае не замыли справедливую оценку от комьюнити. Совсем скоро мы узнаем, что приготовили разрабы, и почему так долго происходила подготовка. Если по итогу у вентилей получится качественный продукт, то никто и не вспомнит долгий процесс ожидания. Это куда лучше, чем сделать на коленке и наслаждаться два жарких месяца не пойми чем. Пишите ваше мнение касаемо услышанного, и верите ли конкретно вы, что на этот раз всё получится? Если вы хорошо провели время, то не забудьте поддержать автора лайком и подписаться на канал. Прожмите колокольчик, чтобы получать уведомления о самом свежем видео. Надеемся на благоразумие компании, и что в ближайшее время нам будет чем заняться. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!